Здоровенькие были подписчики Мопеда Рарикетовича, подписчики сайта ВАЗНОРА.РУССКИ МОЕГО КАНАЛ НА ЮТЮБЕ, с вами снова я МЕХАННИК, и это вторая серия видеолого-перекличка, в которой мы поговорим о таком замечательном и породистом мотоцикле MCES150-1 1974 года выпуска. Вообще, появление 150-кубового MCES мы можем благодарить немецкое правительство в 60-х годах, которое приняло очень важное такое постановление, разрешавшим управлять юношам в возрасте от 16 лет мототехникой до 150 кубиков. И популярность более сильных, чем 125-кубовые MCES просто была ошеломляющая. В те же самые 10 км в час максималки бодро воспринимались молодежи того времени. Этот мотоцикл, именно данная модификация, выпускалась с 1969 по 1977 год. Данный мотоцикл является парами 1974 года и 125-кубовым мотоциклом, но стоит двигатель, к моему счастью и сожалению одновременно, 150-кубовый. Разница между движками 125 и 150 кубиков заключалась только лишь в головке, в цилиндре и поршне, он был 56 мм вместо 52 у 125-кубового и шатуном коленчатого вала. Мотоцикл очень по-своему эксклюзивный, даже дизайнерский выполнен очень интересно. И вот именно эта модель называлась «Трофи». Она была в честь победы марки МЦ на международном трофи-рейдах шестидневных, на крышечке, эти все даты увековечены. 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 и 1969 годы. Эта марка была победителем. И поэтому на волне популярности была и создана эта модернизированная модель 150-го ЕС. По раме. Очень интересная конструкция была применена. Здесь рама штампованная, но не сварная. Она между собой как бы склепана. Вот я сейчас пытаюсь найти этот узел, чтобы вам показать. По факту она склепана, она не сварена. Как пишется в немецкой литературе, на немецких сайтах, ну вот здесь, кстати, прекрасно видно, под баком, вот, ни единого шва сварки на рамы. Это полностью склепали ее, штамповали, склепали. Добавила жесткости на 20% и вес меньше. Также, относительно веса, вот эта вот передняя часть крыла и верхняя часть передней вилки из алюминиевых сплавов. Та же самая ситуация обстоит с задней несущей частью рамы. Она тоже из алюминиевого сплава. Вот эта задняя часть крыла, она стальная. Она тоже из литерированной стали. Вес мотоцикла общий составлял 115 килограмм. И основную часть веса, как ни странно, составлял двигатель, он там в районе 30 с лишним килограмм весит. Из-за большого орибрения, это 150-кубовый мотор, у нашего Минска намного меньше рёбра были, по-моему. Голова просто нереальных размеров. Вот я сейчас прикладываю руку, я до конца головы не дотронулся. Вот пальцем, то есть приличное расстояние. По ходовке. Передняя подвеска, как вы видите, маятниковая, как и задняя. Задняя, в отличие от передней, имела регулировку. На некоторых моделях, я сначала в интернете, тоже была регулировка передних. Колеса из дюралия, 18, 3-дюймовые на 18 посадочные. Спереди были 2,50 шириной, вернее, сзади 3-дюймовые на 18. Тормоза, барабаны, что спереди, что сзади. Электрооборудование 6-ти вольтовое, с генератором постоянного тока на 60 ватт. Вот с этой стороны располагался аккумулятор. Если сейчас получится, если там крохи заряда в нем осталось, я, может, засниму на камеру. Все, уже даже искры толком нет. Это из-за того, что зажигание сейчас включено, и потребляет катушка зажигания на себя электричество. 6-ти вольтовое. Вот вы видите снятую выхлопную трубу, но они чуть попозже. Фара передняя. Она была таким своеобразным монолитным продолжением бака, и как-то отдаленно, знаете, напоминает скачущую лошадь. Фара передняя применена с асимметричным рассеивателем, по факту напоминает автомобильную фару, которая, если в курсе, в темноте подсвечивает обочину. Но, в повороте, когда мы делаем вот так, эта фара, к сожалению, не освещала то, куда мы поворачиваем. Задний фонарь. Очень красивый, хромированный мелокорпус. Да, кстати, мотоцикл, если кому интересно, на немецких номерах. Поворотники, указатели, вернее, поворотов. На данный момент они отсутствуют, но они устанавливались в торцах ручек. Видите, провода к ним выведены. На данный момент я еще их не успел купить. Спидомер тут тоже был по-своему интересным. Место круглого начали применять такой вот типа трапеции с излаженными верхними углами. Бак, к сожалению, я в характеристиках не смог найти, но где-то в районе 12-14 литров. Развивал этот мотоцикл 11,5 лошадиных сил при 6000 оборотах. А если кто-то помнит диаграммы двигателей, то там еще оборотов можно было добавить. Скорость 105 км в час, что на 10 км в час больше, чем 125 кубовая модель. Данный мотоцикл ко мне попал в 2012 году из славного города Славянск, как все помнят по 2014 году, от одного человека, перепродажник, который мне продал Яву 555. И вот на этот мотоцикл он сделал скидку многие годы из мотоцикла. Вообще родной цвет голубой, если присмотреться. Потом был зеленый и вот, конечно, красный. Крылья были серые, как видите. Вот. Вот эта деталь была куплена в Великобритании в 2013 году за 35 фунтов стерлинга. Не доставлен ко мне за неделю. Вообще редкая деталь. В ней спрятан аккумулятор, механический регулятор. Есть проблемы по мотоциклу. Как уже многие заметили, эта труба, мы ее разрезали. Выхлопнула эту трубу, надо будет ее выжечь, сварить обратно. Отсутствует цепь. Защитная и декоративная кожа в цепи. Тут резинки шли, как на наших Минсках. Да, заметьте, это 1974 год. С правой стороны от бака должен был крепиться насос для подкачки колес, но переднее ухо у него отломано. Естественно, отсутствует замок блокировки передней вилки противоугонной. Вот на этом месте вы видите такое сквозных два отверстия, ну и четыре маленькие. Вот на этом месте должны крепиться заводские эмблемы. Моторак Шопау в виде первого искусственного спутника Земли, который запустил СССР в 1957 году. Вот такой типа шарик и вот такие луч один от него. Стоимость этого эмблемы составляет на сегодняшний день в районе 33 евро. На рулевой колонке отсутствует эмблема города Шопау, где он был произведен. Ну, понятное дело, вмятины. В переднем тормозе у нас отсутствует трос как таковой и саморазжимной кулачок, который развивает колодки. Колодки я еще успел купить зимой 2014 до подъема курса. В общем-то, когда в 2014 курс поднялся до 11.50, все работы были прекращены по этому мотоциклу. И до сегодняшнего дня этот проект полностью является замороженным до улучшения количества финансового положения. Вот, кстати, одна из интересных фактов, я не указал по электрооборудованию. Стоп-сигнал. Он запитан от колодок там и кулачка разжимного. Я не разбирал, так как не смог разобрать этот узел, но я в будущем его разберу. И покажу обязательно о нем. А пока что все. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо, кто подписался. Ожидайте третью серию моей переключки. Всем пока.